Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на подборку игровых мониторов Nitro и Predator, которые будут актуальны на протяжении всего 2022 года. При этом каждый из них будет иметь HDMI 2.1, у которого одной из основных особенностей является скорость передачи данных до 48 Гбит в секунду. Это в свою очередь позволит получить более высокое разрешение и повышенную частоту обновления экрана. В нашем случае это 4К, 120 Гц и поддержка технологии HDR. Обратная совместимость HDMI 2.0 и более ранними версиями сохраняется. Максимум качества и более широкий спектр подключаемых устройств. Это от всех современных консолей и до самых топовых видеокарт. Самую актуальную цену на тот момент, когда вы смотрите это видео, чекайте по ссылкам в описании, а также они будут продублированы при гребленном комментарии. Дополнительные характеристики там тоже по всем мониторам будут. Давайте вместе разбираться, что и как. Первым монитором будет нитром. Точную модель вы видите сейчас перед собой на экране. Это широкоформатный монитор с разрешением 3440 на 3440 пикселей, а соотношение стороны у нас соответственно 21 на 9. Размер экрана 37,5 дюймов, а частота обновления 165 Гц. Как и все мониторы, из этой подборки у него присутствует HDMI 2.1, что позволит раскрыть весь потенциал изображения со всех поддерживаемых устройств. Из важных особенностей стоит выделить тонкие рамки вокруг экрана, подставка имеет регулировку наклона, поворота и высоты, а также здесь время отклика 1 мс G2G. Порты включают в себя DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Монитор отлично подходит как для игр, так и для просмотра фильмов и работы с контентом. Тем более он широкоформатный, это будет действительно удобно. Видео монтировать одно удовольствие. Второй монитор у нас тоже из серии Nitro, однако он уже классический 16х9 с 4К разрешением, то есть 3840х2160 пикселей, а частота обновления здесь 144 Гц. Время отклика 1 мс G2G. Диагональ монитора состояла 28 дюймов, а матрица выполнена по технологии IPS. Дизайн весьма лаконичный, станет отличным дополнением для любого сетапа. По характеристикам. Контрастность, плюсчик одному, яркость, 550 нит, отображает 1,7 миллиарда цветов, поддерживает весы дисплей HDR600, Adaptive Sync, включая AMD Free Sync, а также явлен цветовой охват палитры DCI-P3 98%. Игры, работа с контентом тоже не будут никакой проблемой. Для ежедневного использования он тоже шикарно подходит. Данная модель Nitro выполнена в классическом дизайне, однако здесь больший размер экрана. Это 31,5 дюйма с 4К разрешением, 3,840 на 2,160 пикселей. Частота обновления экрана здесь 144 Гц, а время отклика 1 миллисекунда G2G. Монитор станет отличным дополнением не только к вашему ПК, но и к игровой консоли. Xbox Series X использует HDMI 2.1, и потенциал монитора будет раскрыть на все 100%. Картинка на очень высоком уровне, что будет вдвойне приятно, так как вы будете использовать его как монитор на каждый день, а также для игр на ПК и своей игровой консоли. Четвертым монитором будет Predator. И это по-настоящему уникальный монитор из всех представленных в данной подборке. Диагональ экрана 42,5 дюйма. Это, пожалуй, мой личный максимум. Вообще из мониторов, которые я себе бы хотел на каждый день. Дизайн сразу выдает в нем игровой монитор. Внизу предусмотрена тонкая ножка, и издалека кажется, что монитор буквально парит в воздухе. Вот за это отдельный лайк от меня. В остальном, разрешение 4К. 3.840 на 2.160 пикселей. 144 Гц частота обновления. Благодаря крутой картинке и большому размеру получается, это один из самых универсальных мониторов, который вы легко будете использовать как для игр, так и для любого другого типа развлекательного контента. Пятый монитор тоже от Predator. И его выделяет очень красивая, элегантная ножка внизу, а также крайне тонкая рамка вокруг самого экрана. Технология, по которой выполнен экран, это Fast Liquid Crystal IPS. Размер экрана 31,5 дюйма. Разрешение 4К. 3.840 на 2.160 пикселей. Однако это еще не все. Присутствует сертификация VESA Display HDR, что дает глубокий уровень контрастности, воссозданный таким образом, чтобы вы понимали, почему HDR всегда является правильным выбором. Частота обновления 144 Гц и время отклика до 0,5 мс. Отличный вариант для всех, кто хочет получить большой монитор, качественный по картинке и при этом интересный с точки зрения дизайна. Особенно, если вы планируете, чтобы он стоял у вас на столе. Последний монитор в нашей подборке от Nitro. Однако он последний, но не по технологии. Модель вы сейчас видите перед собой. Это IPS-монитор, в котором применяется безрамочный экран Zero Frame. 4К разрешение, 3840 на 260 пикселей, а диагональ составила 27 дюймов. Какие у него есть дополнительные особенности? Там реально есть на что посмотреть. Например, это частота обновления, 300 Гц, а время отклика до 0,5 мс. Кто хочет себе максимум с точки зрения монитора, к вашему весьма мощному ПК, то он получит здесь все и сразу. Вишенкой на дорте будет сертификация веса дисплей HDR 600. И сей подборки это однозначно еще один мой фаворит. По итогам хочу сказать, что Predator и Nitro это отличные игровые мониторы. Они имеют обширные линейки, из которых вы сможете выбрать именно ту модель, которая подойдет вам наилучшим образом. В этом видео я показал именно те игровые мониторы, которые являются фаворитами для меня лично. А ваши предпочтения пишите в комментариях, жду их там внизу под видео. Не забывайте, что актуальные цены на все эти мониторы и, конечно, дополнительная информация по ним доступна по ссылкам в описании. Также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Не забывайте поставить большой палец вверх. На канал подписаться, внизу есть красная кнопка. Она обязательно должна стать серой. Нажимайте на колокольчик целых два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. И все это очень сильно помогает продвижению канала. Поэтому давай кликай. А также несколько дополнительных роликов сейчас перед тобой. Переходи, смотри, там много всяких интересных гадзетов и технологий. Давай вперед!